Нам потребуется лист бумаги, такой довольно-таки плотный, линейка, ножницы, канцелярский нож. А еще картон, клей, краски, вязальная спица и разнообразные украшения. Ах да, еще выкройка домика. Ее обводим на бумаге не ручкой и даже не карандашом, спицей. Игрушку по контуру проще будет сгибать. Вырезаем с припуском на сантиметр и собираем избушку. Дно делаем из картона обычного, а крышу из гофрированного. Картон можно специально не покупать для изготовления крыши, чтобы она была текстурная, рельефная. Можно из обычной коробки, подарочная коробка, может быть из-под игрушки какой-нибудь, снять верхнюю часть, а внутри она всегда вот такая гофрированная. Производством елочных украшений в технике скрабукинг Маруся Юдонок впервые занялась этой зимой. Хотя самим рукодельным искусством увлеклась еще три года назад. Меньше чем за неделю соорудила два десятка игрушек. Себе оставила четыре по числу членов семьи, остальные раздарила друзьям и родным, наказала беречь и хранить отдельно. Хрупким получается как сам домик, так и его оформление. Заключительным этапом мы покроем наши цветочки, шишечки текстурной пастой. Дома можно заменить клей ПВА, одну часть, смешать с двумя частями пищевой соды и нанести, и он такими же сугробами будет смотреться. Пять игрушек за 30 минут – это личный рекорд рукодельницам. Впрочем, повторить его может каждый. Скрабукинг – увлечение хоть и не дешевое, зато универсальное. Испортить изделие невозможно, даже если слегка порвать или испачкать. Все изъяны успешно скроют декор. Вот такой замечательный домик у меня получился в итоге. Его можно будет повесить на елочку, а в новогоднюю ночь, загадав желание, написав его на бумажке, не вжевать ее, не изжечь, а спрятать в окошечко. Желание обязательно исполниться, пообещала нам мастериться.